Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Games. И сегодня у нас будет обзор нового проекта, который открылся недавно и на данный момент находится на стадии тестирования. Называется этот проект Gris Altis Live RP. Ну и естественно, по традиции я предлагаю вам вместе со мной пройти и посмотреть, что же из себя представляет этот проект и что здесь есть интересного и новенького для игрока. Ну и как видите, нас встречает достаточно интересное меню, в котором нам надо как бы сказать, наверное, зарегистрироваться на этом проекте. Ну, вписываем свое имя, фамилию и заходим на карту. Ну, а меню входа в игру, как вы видите, выглядит вот таким достаточно стандартным образом, хотя немножко подработано. А вот сама карта мне очень и очень знакома. На просторах интернета существует такой проект. Называется он просто RP Altis. Так вот там выглядит это все точно-точно так же. Ну уж не знаю, кто у кого что подрезал. Ну, давайте заходить в игру и смотреть уже, что там есть интересненького. Ну, а на данный момент я могу сказать только одно, что визуально как-то очень мало иконок. В этом надо подразобраться и посмотреть, почему такое малое количество иконочек. Ну и вот мы появляемся в Кавале. Само же место появления, как вы видите, достаточно отдалено от самого центра Кавалы. И надо сказать, что постоянно места появления рандомятся. То есть каждый раз, когда вы заходите, выбираете место появления Кавала, вы появляетесь в разных местах. Ну вот, мне выпало вот такое вот местечко. Ну и что ж, двигаемся в сторону центра. Ну и пока я иду в сторону торгового центра этого города. Могу сказать, что достопримечательность по пути мне не попадалась. Двигаюсь я в сторону паспортного стола, но сразу же бросается в глаза то, что очень и очень низкий FPS. И чем ближе я к центру площади, тем FPS все хуже и хуже. Ну, а на подходе к паспортному столу замечаю первое изменение. Как видите, в замке, в разбитом замке стоит маяк. Очень высоко. И отсюда смотрится достаточно эпично. Ну, идем дальше и посещаем паспортный стол. Зачем, пока еще не знаю. Выглядит же паспортный стол вот таким вот образом. Это первый этаж от этого многоэтажного здания. Стоит бот. И, в общем-то, здесь можно заменить свое имя и фамилию. Зачем? Ну, честно говоря, пока не могу понять. Ну, вот такой вот функционал нас встречает. В общем-то, задержаться здесь не вижу никакого смысла. Давайте проследуем тогда дальше. Идем к ближайшему банкомату для того, чтобы снять наши подъемные денежки. Встречает нас достаточно приятно выполненное меню банкомата. И, как видим, нам дается 300 тысяч подъемных денег. Ну, а валютой здесь выбрано евро. Естественно, я их всех снимаю и действую дальше. То есть, иду по назначенному мною маршруту к центру Ковалы. И вот, уже приближаясь, начинаются встречаться первые изменения этого проекта и этого города. Вот, как видим, слева находится какой-то парк, скамеечки. Кто-то повалил дерево. Вдали стоит тот человек, наверное, который и повалил это дерево. Проходим дальше. И что мы здесь видим? А, видим мы, что изменений действительно очень много. Но я бы назвал эти изменения достаточно стандартными. Центр Ковалы делится на два сектора. Один сектор для парковки грузовиков и автотранспорта, вертолетов. Другой сектор это такой торгово-развлекательный. Вот этот вот, обнесенный зеленой изгородью. Ну, внутри это выполнено вот таким вот образом. Изменений много, но я бы не сказал, что они критичны и не могу понять, почему такой низкий FPS на проекте. Ну, да, в общем-то и ладно. Давайте пройдемся по магазинам, которые, как вы видите, выполнены такие в стиле тропического бара. А вот внутри магазин выполнен как-то странно, я бы сказал. Это такой продуктовый магазин, а выполнен в виде ангара. И, как видите, вот там вот маленькие модельки того товара, который здесь представлен. Такое достаточно странное решение, я бы сказал. Но товара очень много. И забегая вперед, скажу, что весь товар, как вы видите, здесь представлен еще и в количестве. То есть максимальное количество и количество, которое сейчас есть в магазине. Это все зависит от того, сколько людей поставляет сюда тот или иной товар. Весь товар вплоть до воды нужно крафтить и поставлять вот в эти вот магазины, продавать. Поэтому здесь вот такое вот количество. Ну, а как это выполнено и что здесь представлено, вы сейчас видите. В общем-то, сделано достаточно неплохо. Только вот то, что выполнено это в ангаре, конечно, немножко странновато. Ну, и естественно, что сразу же надо проверить, куда падает то, что мы сейчас купили. Это надо сделать для того, чтобы понять, взаимодействие здесь через инвентарь или через планшет. Ну, как мы можем понять, что взаимодействовать с тем, что вы накрафтили, купили или добыли, нужно через планшет. Вот в планшете представлено сейчас как раз то, что у меня есть какие вещи и то, что мы сейчас купили. Надо сказать сразу, что планшет выполнен неплохо, хотя он выглядит в таком старинном виде. Но у этого планшета есть два варианта. Можно пользоваться вот таким старым классическим, а можно перейти на новый режим, который я чуть позже покажу. Ну, и вот, как вы видите, мебель, которая здесь представлена, она вся интерактивная. То есть, в общем-то, на ней можно посидеть, полежать, ну и тому подобное. Следующий же магазин, который находится на этой же площади, это магазин алкоголя. Ну, то, что в нем представлено, вы сейчас видите. А то, что графа, который находится справа, это то, что было бы у меня, если бы я пришел сюда продавать. Например, если бы я накрафтил алкоголь, с правой таблички у меня бы появился тот товар, который я могу продать в этот магазин. Здесь вообще во всех магазинах можно что-то продавать. Зависит от того, что вы накрафтили, там, оружие, шмотки или что-либо другое, можно продавать вот в этих вот магазинчиках. Не только, то есть, покупать, а еще и продавать. Но помимо того, что вы можете покупать и продавать в тех магазинах, которые здесь представлены, вы еще можете ставить свои магазины. И ваш магазин будет выглядеть вот таким вот образом. Стоит бот, рядом с ним какая-то коробка, ну и как видите, вот, просто человек поставил магазин, но никакого товара в него еще не завез. Но выглядеть это будет вот таким вот образом. Каждый игрок здесь может поставить себе вот такой вот магазин. Выглядит, конечно, немножко сомнительно. Да, стоит бот с какой-то коробкой. Мне кажется, было бы лучше и антуражнее, если бы это выглядело в виде какого-то киоска и где-нибудь, может быть, на какой-то выделенной территории. Потому что здесь я могу, например, поставить своего бота прямо в проходе, и тогда вы не сможете вообще пройти. Ну, это, в общем-то, зависит от адекватности игроков. Ну, в общем, вот такой вот функционал и вот такие вот магазинчики здесь можно ставить. Далее проходим к еще одному магазину. И, как видите, валяется рюкзак. Я его, естественно, подобрал, но с рюкзаками здесь вообще интересная тема. Рюкзак на этом проекте вам не нужен вообще. Это первый проект, который я встретил, на котором рюкзак игроку вообще не нужен. Потом вы увидите, почему и для чего. Ну, а сами же магазины, как вы можете заметить, ничего интересного, в общем-то, не представляет. Это обычные парикмахерские, то есть барбершоп, но их почему-то ставят и под магазины одежды, и под магазины оружия, ну, что только в них не лепит. Можно заметить, что рядом с продавцом стоит коробка. Видимо, в дальнейшем планируется сделать так, что ваши покупки будут появляться там. Но пока это работает достаточно рандомно. Покупка то появляется в ящике, то появляется сразу же у вас в инвентаре. Пока это как-то, ну, видимо, еще не настроено. Но рядом с каждым продавцом стоит вот такой вот ящичек. Ну, почти рядом с каждым. Ну, а далее мы пройдем, посмотрим следующее. А именно одежду этого проекта. Как видите, в магазинчике представлено небольшое количество одежды. Я бы сказал, по крайней мере, на данный момент достаточно скудная такая. Я бы назвал ее, наверное, заезженная. В общем-то, то, что можно увидеть абсолютно на любом проекте, вот, ну, вы сейчас это все видите. Одежда неинтересная, скучная, и я даже ничего здесь не прикупил. В аксессуарах тоже, в общем-то, ничего интересного не нашел. Ни красивых шляп каких-то, ничего-то уникального здесь нет. Может быть, это просто еще потому, что проект только открылся, еще не накачали сюда каких-то интересных, уникальных вещей. Но на данный момент это выглядит очень скупо и сухо. Ну, а по рюкзакам я вам уже говорил, что рюкзаки на этом проекте игроку не нужны. В следующем же проследуем магазин автотехники, легковой автотехники. Само здание, как вы видите, такое уже приевшееся, в общем-то, ничем нас не удивляет. Проходим и смотрим на сам товар, который здесь представлен. Ну, и надо, наверное, сказать, что ассортимент здесь не особо богатый. Как мы можем заметить, присутствуют старинные модели, вот эти Жигули, Волги, какие-то там микроавтобусы старинные, которые я на самом деле даже не вижу смысла добавлять на современном проекте. Но эти модели уже устарели, действительно устарели, и смысла в них никакого нет. Я в дальнейшем куплю эту Волгу для того, чтобы вам показать здесь еще какие-то фишки. Но вообще, в принципе, нет смысла уже добавлять эти модели. Они очень размыленные, некрасивые. Не знаю, зачем люди их добавляют на свои проекты. Многие уже отказались от подобных моделек и заменяют их другими. Сейчас на просторах интернета до хрена отечественного транспорта выполнено уже достаточно красиво и интересно. Ну, а тут еще можно увидеть вот такие вот модельки. Машинок не очень много и что-то такого интересного я здесь не особо увидел. Да, есть несколько моделей, которые я до этого не видел. Там, например, Ford Transit. Причем я не говорю, что его вообще нет ни на одном проекте, именно тут. Просто я его не видел. Вот Ford Transit мне понравился, я его потом прикуплю. Ну, а так, весь ассортимент вы, в общем-то, сейчас можете заметить. Я прокручиваю его достаточно быстро, потому что, ну, нет смысла действительно задерживаться на автотранспорте, который не очень интересен. Будем откровенными. Ну, и еще хочется надеяться на то, что вот этот бак с подвешенными машинами и то, что они появляются то высоко, то низко, то вообще в полу, наверное, в скором времени пофиксят. Ну, потому что действительно это как-то некрасиво выглядит, когда одна машина висит в воздухе, другая под землей. В общем-то, вот такая вот. Ну, я говорил, что проект только открылся. Они сейчас как раз вот и занимаются тем, что выискивают какие-то баги, какие-то недочеты и с ними борются. Поэтому это еще, можно сказать, что это простительно этому проекту, потому что, ну, вот он еще на стадии настройки и тестирования. Хотелось бы также надеяться, что и вот эти вот таблички, которые снизу, нижняя строка этой таблички не видна. Может быть, это, конечно, может быть, зависит от моего разрешения, но не видно нижних надписей средней таблички. В магазине присутствуют на некоторой машины покраски, ну, в общем-то, как и, наверное, во всех магазинах подобных проектов. Тут ничего удивительного мы не увидим. Ну, в общем-то, не будем задерживаться и будем следовать дальше. Центр лицензирования. Именно эта точка, которую я посетил следующий. Выглядит это вот так. Очень похоже на паспортный стол. Стоит точно такой же бот и выбрано точно такое же здание. Но здесь покупаются лицензии. Лицензия на охоту, она отдельно. Здесь вообще с охотой связана отдельная история. И остальные лицензии. Что мне понравилось? Что можно взаимодействовать в любой части этого здания. Вот видите, я стою возле столба, покрутил колесико и у меня открылся центр лицензирования. Зашел с другой стороны, просто покрутил колесико и, как видите, лицензии у меня открываются, я их покупаю. Можете заметить, что список лицензий очень маленький. Это потому, что трудовая деятельность здесь не лицензируется. Вы покупаете только основные лицензии. Пилота, домовладельца, водителя, ну и тому подобное. Трудовая деятельность здесь не лицензируется. Поэтому заморачиваться с лицензиями здесь по трудоустройству не надо. Тоже одна из интереснейших в общем-то находок. Приелось, если честно, ну приелось немножко вот это вот купи лицензию на переработку того, на переработку того, на переработку того. Нет, здесь тоже есть лицензия на переработку, но как она выполнена, я покажу чуть позже. А пока возвращаемся в автосалон и забираем наш купленный Ford Transit. И кстати, заметьте, я показал вам весь список автотоваров не имея лицензии. То есть на этом проекте, если у вас нет лицензии, вы можете смотреть. Вы не можете покупать, но посмотреть товар вы можете. Так я и сделал. Я показал вам товар, а только потом пошел и купил лицензию. Вот такой вот Ford. К сожалению, Ford оказался праворульный. Я сейчас стою не с той стороны, как вы видите. Я этого не знал, ну и вот залез, а руля-то у меня и нету. И он оказался не единственной праворулой машиной на этом проекте. В дальнейшем и мы еще увидим такие же модели. Не знаю, откуда они взяты, но они, к сожалению, праворулые. Сама же моделька Ford выполнена неплохо и каких-то нареканий не вызывает. У нее есть приятная раскачка. Единственное, что неприятный звук у этой машины, когда разгоняешься, он такой, ну, очень неприятный. Это, может быть, потом услышим. Ну, а в целом, машинка достаточно неплохая, она мне понравилась. На ней-то мы и поедем на ближайшую точку добычи ресурсов, чтобы посмотреть, как это здесь выполнено, как это вообще здесь работает. Ну, и, в общем-то, выдвигаемся. Но для этого нужно заехать и купить какой-то инструмент. Мы поедем на ближайшую точку. Естественно, ближайшая точка это медь. Ну, и нам нужна, скорее всего, кирка. А за киркой, как вы можете заметить, мы выдвигаемся в магазин, который здесь называется магазин инструментов. Вот таким вот образом выполнен магазин и вот такие вот модельки кирки и лопаты здесь представлены. Есть еще бур, бензопила, но, к сожалению, как они работают, я не смог увидеть. Как я потом выяснил, чтобы их купить, они должны, по идее, ускорять ваш рабочий процесс, их надо скрафтить, чтобы кто-то этим занялся, кто-то скрафтил и поставил их в этот магазин. Ну, так как это никто не сделал, поэтому товара в наличии нету. И мы будем обходиться простой обычной киркой. Хотя моделька кирки очень прикольная. Ну, а как выполнено остальное? Ну, да, вызывает сомнения. Мусорный бак и чемодан. Ну, такое себе решение, но, видимо, не нашли еще подходящих моделек под бур и под бензопилу. Ну, ладно, покупаем нашу кирку и выдвигаемся. Как я уже и сказал, на точку добычи меди. Сама точка добычи меди находится в стандартном месте и абсолютно пустая. Как вы можете заметить, здесь нет ничего. Никакого антуража здесь не навели. То есть красоты никакой мы здесь не увидим. Обычное стоковое состояние этой точки. Ну, ладенько. выбирать нам не приходится. Будем стоять в скучном месте и работать. Сама работа происходит вот таким вот образом. Как вы видите, загораются три кружочка и в кружочках надо совместить стрелочки. Поначалу кажется непонятным, но где-то на попытке третьей, четвертой вы прекрасно понимаете, что от вас требуется. На самом деле все очень просто. Вы просто водите мышкой вверх или вниз и эти кружочки совмещаются. Тут можно наверное задать вопрос. Ну, это же будет очень долго. Каждый раз при замахе тебе надо совместить вот эти вот три кружочка. Ну, это займет огромное количество времени. Но здесь на этом проекте продумана следующая система. Во-первых, надо вспомнить, что я сказал. Игроку не нужен рюкзак. Так вот, он действительно здесь не нужен. Рюкзак на этом проекте нужен только для того, если вы едете на охоту, чтобы складывать туда оружие и боеприпасы. Все. Рюкзак вот на данный момент вообще не играет никакой роли. Я могу за один раз собрать целую машину. Выскочит табличка перегруз. Эта табличка обозначает то, что вы после этого не сможете бегать. Но вы сможете набрать целую машину за один раз. К примеру, вот этот вот фортик, на котором я сюда приехал, имеет 300 слотов. Ну, здесь, кстати говоря, написано не в слотах, а в килограммах. Ну, это уже другая тема, другой разговора. Так вот, эти 300 слотов я могу набрать за один раз. Мне не нужно каждый раз перебегать и перегружать. И это экономит мне время. Вот видите, сейчас загорелось. Перегруз справа. То, что показано стрелочкой. Это обозначает только о том, что я не смогу бегать. По большому счету, я могу заниматься этим даже без машины. И даже, скажу больше, я наберу больше, чем с машиной. И просто мне придется отсюда до точки переработки идти пешком. Вот таким вот шагом. Но я смогу набрать огромное количество. Плюс к тому еще, когда у вас горит вот эта табличка перегруз, у вас идет прокачка автоматически. То есть, у вас прокачивается сила. Вы идете с перегрузом, вы несете слишком большой вес, вы качаете свою силу. Силу и выносливость. А вот табличка погрузки в автомобиль, хоть и имеет такой приятный зеленый цвет, такую своеобразную стилистику, но не имеет кнопки положить все. Постоянно надо вписывать вручную. Вообще, на этом проекте везде надо все вписывать вручную. Я не увидел ни одной таблички, где бы была надпись положить или взять все. Везде, куда бы вы не приехали, не пришли, надо вписывать все вручную. Это, конечно же, достаточно неприятный факт этого проекта. Ну, а я, наколотив полную машину и рюкзак, как вы видите, с перегрузом, решил схитрить и поехать. Но не тут-то было. Машина меня выкидывает. То есть, с перегрузом в рюкзаке у меня нагружено больше, чем в машине. Машина не даст вам ехать. Я сажусь, пытаюсь ехать, но машина меня выкидывает. То есть, пока горит надпись перегруз, вы никуда не уедете. Либо идите пешком. Тоже очень интересная фишка, которую, ну, не обманешь. И вот таким вот образом, пока я не выбросил излишки собранного мной ресурса, машина так и не дала мне ехать. Только когда вы полностью освободитесь и погаснет надпись перегруз, машина позволит вам ехать дальше. Еще одна интересная фишка и уникальная, я бы сказал, это тот ресурс, который я выкинул, он сохраняется на всю бурю. Не как обычно на проектах, да, вы там через 5 минут подъезжаете, хотите подобрать свой мешок, а там написано срок годности истек. Нет, здесь этот мешок будет лежать всю бурю, пока вы его не заберете или не подберет кто-нибудь другой. Срока годности здесь нету. И опять же, в планшете нету строчки выбросить все. Не очень, это приятно. Ну, а я же все-таки разобравшись и выбросив ненужные мне лишние ресурсы, поехал в гараж. В гараж я поехал для того, чтобы понять, до бури оставалось буквально 20 минут. Я хотел узнать, если я поставлю машину в гараж с своим ресурсом, сохранится ли он после бури? И да, весь мой ресурс сохраняется в гараже после бури. Не скажу то же самое про нелегальный товар, сохраняется он или нет, я им не занимался, но легальный товар в гараже сохраняется на следующую бурю. А вот как ставится машина в гараж, мне не понравилось. Вот, вы подъезжаете и вот в этот момент надо нажимать кнопку поставить машину в гараж. То есть машина ставится в гараж, не выходя из самой машины. Вот она, видите, исчезла, все, вот, машина пропала, она как бы стоит в гараже. В принципе, это не такой большой косяк, и к этому можно привыкнуть, но вот, когда я ставил в гараж вертолет, мне это совсем не понравилось. Ну, а я сел, чтобы ожидать, что же будет после бури. Ну, а после бури наладилась погода и все ресурсы, какие были в моей машине, они остались на месте. И вот тут открывается следующая задача. Помните, вначале я сказал, почему-то очень мало иконок. А иконок мало, потому что точка переработки на этом проекте всего одна. Поэтому и нет той россыпи иконок переработок ресурсов. Мы едем на одну точку, она находится в кавале, я бы, конечно, ее, наверное, поставили по центру карты, но она находится вот в этом вот месте, где обычно ставится полицейское управление. На этой точке мы и перерабатываем все нужные нам ресурсы. Также на этой точке открывается и следующий секрет, почему так мало лицензий на этом проекте. А дело в том, чтобы переработать горнорудные ресурсы, вам нужна всего одна лицензия, которая продается вот на этой вот точке. Вам нужна лицензия инженера, которая позволяет вам перерабатывать все ресурсы этого проекта. Стоит эта лицензия сущие копейки, пять тысяч, по-моему, и она дает вам возможность в дальнейшем привозить сюда ресурсы и перерабатывать. Ну, касается это всего горнорудных ресурсов. Наверное, с деревом все-таки надо ехать в какое-то другое место, но по дереву я не пробовал. Забираем все из машины и перерабатываем. Такого понятия, как скорость переработки, здесь не существует. Вы просто отдаете одному из ботов все свои ресурсы и в одну секунду он их перерабатывает. Дальше вы ему же, как видите, и продаете ваши ресурсы, уже переработанные. То есть, в моем случае это была медь. Выскакивает табличка, гласящая о том, какое количество денег вы заработали. Все. Вот таким вот нехитрым способом здесь компенсировано то время, которое вы затратите на добычу того или иного ресурса. Помните, да, совмещаем стрелочки в кружочках, тратим на это время. Зато все остальное происходит очень быстро. Вы свободны, вы можете ехать и заниматься чем-то еще. Ну, а чем здесь можно еще позаниматься, что здесь можно поделать, какие фишки этого проекта еще и существуют, мы спросим у местного жителя этого проекта. Тут хоть даже можешь грузовики свои крафтить. Ди вертолеты. Вот по этой причине здесь так мало машин в грузовом, да? Да, потому что там еще... Нет, он же еще пока в этом... ОБТ идет тестирование. Как только они добавят новые машины, добавят новые крафты, то есть все будет много. Просто это временно они пока исправляют баги, недочеты, ошибки. И, кстати, вот заметь, видишь, написано неизвестное в маске обнаружено недалеко от ковал. Если я сейчас маску сниму, будет высвечиваться мое имя и у меня розыск просто большой. Я тут погибоширил на почти 3 миллиона. Я понял. Слушай, а вот завод, да, там же деньги нужно, где это посмотреть-то можно? Кого? Про завод информацию. Завод? Ну, тебе надо строительство. В строительстве ты сначала собираешь ресурсы, ставишь кран. Потом от 50 метров от этого крана ты можешь поставить ангар. Только в ближайших городах нельзя ставить. Надо где-то в таком далеком месте. Все, поставил ангар, кран можешь короче разобрать. Разбираешь кран, тебе возвращают ресурсы. Дальше ты ставишь ящики, ставишь на поток станки и уже в станках определяешь, что тебе крафтить, какие ресурсы туда надо. В ящик закидываешь, деньги ставишь, накасываешься. Так, а бабуло это дорого? Ну, какую ты зарплату, сколько ты закинешь? Допустим, ты закинул 2 миллиона, поставил зарплату людям по 100 евро за ремонт. Вот они будут ремонтировать тебе. Там зарплату сам ставишь, какую хочешь. Там ресурсы надо, ресурсы, в основном ресурсы для всего построить, чтобы ресурсы. на кран там надо по-моему топор, лопата и 400 стали. Да, я вот сейчас нашел тут малый ангар, контейнер, производственная линия, строительный кран. Вот смотришь, что они. А уже когда будешь станки запускать, станки, там в станках тоже будут писать, какие надо ресурсы, на какой предмет. Ты можешь даже, блядь, зарплату по 5 баксов поставить, по 5 евро эпохи, а ты сам решаешь, как делать. Но если у тебя мало бабок на старте, лучше, блядь, не напрягаться. Пиво, самогон, это все можно сюда поставлять. Можешь сюда привозить, продавать, а можешь, говорю, свой варек открыть и барыжить. Цены там сам назначаешь. А если здесь поставки нет, то, соответственно, люди побегут к тебе покупать. А еще проблема с FPS-ки вот здесь, именно здесь в кавале. Не знаю, у меня нормально FPS-ка. Не знаю, у меня сейчас 17-10 пойдет, но у меня. Это очень мало, у меня 20, но это, конечно, кошмар. И я не могу понять, почему, потому что, ну, изменений очень мало. Что-то здесь стоит, то, что не надо ставить сюда. Здесь в основном мы ждем, там, один работает, хоть, они хотят вот эти все дома заменять, полностью брать. Сюда ставить будет мало поликармену, вон, видишь, написано. Да, 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 Борислав Головев находится в розыске. Замечен, не только архивалы. Ну и вот, друзья, таким вот образом, Борислав рассказал нам, что можно делать на этом проекте. Можно ставить свои заводы, можно даже ставить свои укрепсооружения, то есть, если вы хотите с кем-то перестреливаться, можете построить свою микробазу, укрепсооружения. Можно ставить свои магазины, можно заниматься крафтом или снабжением уже действующих магазинов. На данный момент мы находимся в магазине летной техники. Летной техники очень мало, и как видите, тоже она присутствует не вся. Каких-то вертолетов, например, «Махавка» в наличии нет. Еще на проекте существует куча всяких разных интересных, на мой взгляд, миссий. Так, например, на карте существует зона казни. В этой зоне вы можете, снимая на видео, убить любого персонажа навсегда. То есть, если, например, меня туда привезли, и там меня застрелили, то моего персонажа больше не будет существовать. Мне придется создавать нового персонажа, с новым именем, и, естественно, с новой жизнью. Все это можно сделать вот в этой вот красной обозначенной территории. Также над этой красной территорией находится еще одна территория, где вы можете нанимать себе на работу ботов. К сожалению, как это работает, я не выяснил, но мне сказали, что, например, можно его нанять к себе как водителя, и он будет вас возить по назначенному маршруту. Работает это вот как-то так. Еще на этом проекте есть развитая охота. Охотиться надо на кабана. Кабан, кстати говоря, не стоит на месте, а сопротивляется, и может вас даже убить. Присутствует также главный босс кабан, с которого, если вы его убьете, выпадает много всего интересного. А убить его можно, например, вот таким вот. Такой даже аппарат можно скрафтить. Ну и да-да, вы не ослышались. Такой аппарат можно скрафтить. То есть здесь крафт поставлен, ну, на, по-моему, самую высшую ступень. Здесь крафтится все. Мало того, здесь разрешено все оружие, какое только вы себе можете представить. Как вы видите, у человека полностью навороченный автомат. Он с подствольником, с глушителем, с ЛЦУ, с многократным увеличением. У него и гранатометы есть, и вот такую технику вы можете себе здесь скрафтить. Не знаю, хорошо это или плохо, уж решайте, наверное, сами. Лично по мне, так это, наверное, все-таки переборчка. Да, такое оружие есть на проекте. Вряд ли здесь будет хорошее РП. Еще на этом проекте мне понравился интересный мод работы такси. Мод достаточно старый. На первых сборках армы был именно такой. Здесь заключается работа таксиста в том, что вы ездите по ботам и развозите ботов. Берете заказ, как видите, вот стоит бот, мы к нему подъезжаем. Для антуражности я взял Волгу 24, как я обещал. Еще мне нравится, что в этой Волге переключаются скорости, есть анимация переключения, в общем-то. Ну и вот, мы берем этого бота и везем его в назначенное место. Сама работа чем-то напоминает работу почтовой службы. Когда вы развозите посылки, ну тут вместо посылки у вас будет сидеть бот. А так, в принципе, это то же самое. Но на этом проекте есть и работа почтового курьера. Но она немножко неинтересная, потому что после каждой доставленной посылки вам надо возвращаться обратно на базу и получать новую. То есть, очень большой пробег, холостой. В общем-то, здесь, когда вы едете за клиентом, тоже есть пробег, но он не настолько длинный и не такой времяубиваемый. Ну и да, наверное, если смотреть с точки зрения роли-плей составляющей, кстати, я привез уже бота, все, он вышел и мы отправляемся за следующим. Так вот, с точки зрения роли-плей составляющей, да, наверное, это все-таки не очень подходящая работа для подобного проекта. Но, с точки зрения, как, если смотреть на эту работу, как на работу, то она достаточно интересная. Я высадил клиента, у меня тут же загорается следующий заказ и я еду за ним. Но, есть одно но, заказа от игроков, к сожалению, принимать невозможно. Только возить ботов. Но я думаю, что прикрутить сюда вызовы от реальных игроков не так сложно. И мне кажется, что в дальнейшем так они и поступят. Но пока мы можем возить только ботов. Ну, а что касаемо красоты самого проекта, то здесь, к сожалению, ничего интересного и красивого я вам показать не смогу. Единственное, что я здесь увидел из более-менее интересного и визуально красивого, это маяк в разбитом замке. Все. На этом все красоты заканчиваются. Я уже вам показывал точку добычи меди, которая очень скучная, но среди всех остальных это самая веселая и самая интересная точка добычи ресурсов. Потому что на карте присутствуют и вот такие вот места, которые вы сейчас видите. Точки добычи, например, нефти, это просто побережье, просто полянка и ничего больше нет. Да, конечно, можно же это списать на то, что проект недавно открылся, еще, может быть, они чего-то не допилили или, может быть, еще пока нету какого-то у них функционала. Но вот так вот выглядят, как вы сейчас видите, точки добычи ресурсов. И это, как бы, ну, по всей карте вот такие вот точки, которые сейчас на вашем экране. ничего на них нету. Это просто голое поле и просто обозначенная на нем точка. Поэтому показать каких-то красот и того, что вы увидите, с чем вы столкнетесь, я здесь не могу. Поверхностно весь проект напоминает мне какой-то большой сухарь. Ну, нет, ничего такого, за что бы зацепилось зрение. Чем можно было бы порадовать свой взор какими-то интересными штуками, какими-то оформлениями, ничего, к сожалению, такого на этом проекте нету. Он очень сухой и очень-очень стандартный в этом плане. То, что вы увидите, вы увидите посреди ковалы. Все, выезжая на какие-то точки добычи или путешествуя по карте, ничего интересного, к сожалению, вы здесь не увидите. Может быть, в дальнейшем разработчики займутся этим, но на данный момент карта выглядит абсолютно стоково и очень-очень скучно. Вот таким получился у меня обзор проекта Gris Altis Live RP. Не надо отметить, что все-таки функционал подобных проектов растет и расширяется, чего нельзя сказать о популярности этой игры. Ну, а если кому-то понравился этот обзор и этот проект, заходите, пробуйте, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Продолжение следует...